Я буду использовать 4 куриных бедра. Также можно взять куриные ножки или другие части курицы. К курице добавляю такие приправы. Четверть чайной ложки черного молотого перца. Одну чайную ложку сладкой молотой паприки. И пол чайной ложки соли. Вместо предложенных мною специй, вы можете использовать вашу любимую приправу для курицы. Бедра пока убираю в сторонку. Один репчатый лук нарезаем мелко. Хорошо разогреваю сковороду и добавляю пару ложек растительного масла. Курицу отправляю на сковороду. Курицу жарим несколько минут, пока она не станет красивого золотистого цвета. И переворачиваем на другую сторону. Когда курица поджарилась по золотилой с двух сторон, я пока снимаю ее со сковороды. Порезанный лук отправляю на сковороду в масло, в котором жарилась корочка. И слегка обжариваю его до прозрачности. Через минуту я добавляю зубочек чеснока к луку. Пропускаю его через пресс. Перемешиваю. Один стакан гречки, 250 граммов, хорошо промою. Промытую гречку отправляю на сковороду. Обжариваю, помешивая, одну минуту. И добавляю сюда чайную ложку паприки. Дальше я заливаю гречку двумя такими же стаканами воды, как я отмеряла гречку. Продукты посолю. Где-то пол чайной ложки соли. Наверх выкладываю курочку. Я уменьшаю огонь до небольшого. Накрываю сковороду крышкой. И оставляю блюдо готовиться до полной готовности гречки. Через 20-25 минут все готово. Поверьте, аромат просто волшебно аппетитный. И блюдо получается невероятно вкусным. Я возьму немного зеленого лука и немного укропа. Порежу их мелко. Посыпаем порезанной зеленью наш вкуснейший ужин или обед. Несмотря на простоту ингредиентов и простоту приготовления, семья будет в восторге от этого блюда. Я рекомендую вам попробовать этот рецепт, который получится у всех. А также рекомендую подписаться и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Ставьте лайк, если рецепт вам понравился. Напишите ваше мнение в комментариях об этом блюде. Я желаю вам приятного аппетита. Будьте здоровы, радостны. Увидимся, как всегда, в следующем вкусном видео.